Всем привет! Я сегодня хочу с вами поделиться фильмами, которые я смотрела в последнее время и которые меня очень вдохновляли, где-то впечатляли, где-то я была вообще в замешательстве, но эти фильмы стоит посмотреть и пару слов о них сказать. Я разбила фильмы по категориям. Просто добрые фильмы, драмы, безумные триллеры, фантастика и комедии. Хочу сегодня поговорить о безумных фильмах, потому что эта тема мне близка. Я очень люблю фильмы, которые несут в себе загадку, которые весь фильм поддерживают тебя в каком-то напряжении, не дают тебе расслабиться, не дают твоим мозгам расслабиться. Ты всё время думаешь, перебираешь, а кто преступник, да, к примеру, или а что там произошло, или а что произойдёт. И если вы делаете так же, если вы такой же киноман, как я, если вы любите много разных фильмов, это видео для вас. Так как мы сегодня говорим о безумных фильмах, я хочу посоветовать вам фильм, который называется «Одержимое». Он, знаете, он вообще в жанре триллер, но я его отнесла к безумным, потому что он безумный. Держит тебя в напряжении. Если вам нравится, конечно, жанр, триллер и безумные немного фильмы, то вам должно понравиться. Вы можете почитать описание, вы можете всё что угодно, трейлер посмотреть, и сами определитесь, уже нравится вам то, что вы увидели в трейлере или нет. Потому что я здесь говорю свои предпочтения, да, то, что бы я хотела, чтобы мне посоветовали. Большую часть, кстати, из фильмов, которые я вообще буду озвучивать в какой-либо из рубрик, советовали мне вы. Так как у нас сегодня безумная рубрика, то мы говорим только о безумных фильмах. Я уже, наверное, раз сто сказала, но для меня это рубрика в новинку, поэтому я могу повторяться. Нет-нет-нет, я никогда не повторяюсь. Нет, не повторяюсь. О фильмах я буквально буду говорить в двух словах, потому что, дабы не спойлить, Фильм одержимый, как я уже сказала ранее, он одержимый, он безумный. Это триллер, и этот фильм, наверное, классика жанра. Где-то, может быть, непредсказуемый. Перед тем, как раскрыли уже саму тайну, я прохватила этот вот правдивый момент. Всё равно фильм крутой, и мне понравился. Следующее, что посоветую, это «Моя девушка монстр». Фильм неоднозначный, фильм странный. Многие говорят, что фильм не очень, и, кстати, только поэтому я его посмотрела, потому что до этого мне он был совершенно неинтересен. Я не смотрела трейлер к этому фильму, я не ходила в кинотеатр его смотреть. Прошёл такой бум, все в видео и в публикациях письменных стали писать и говорить о том, что фильм дерьмо. Вот только поэтому я решила посмотреть этот фильм. Но хочу сказать, так как у нас здесь собралось общество, да, таких интеллектуалов, людей, таких, которые любят рассуждать, где-то что-то обдумывать, решать, любят жизненную такую атмосферу и находят её как в моих роликах, так и в наших беседах, в комментариях, в каких-то фильмах, сериалах, книгах, то этот фильм стоит посмотреть. Да, он где-то странный, безумный, опять же. Почему я его отнесла к безумным? Потому что он, ну, странный такой. Почему стоит посмотреть этот фильм нашей вот аудитории? Потому что фильм с намёком на вот жизненный такой момент. Если вы его прохватите в этом фильме, то напишите мне обязательно. Можно даже в личку, неважно, но я увидела это. И мне было грустно, конечно, что бывает такое в жизни. И я это увидела не просто потому, что мне захотелось, а я это видела и в жизни. Я люблю то, что даёт жизненный какой-то посыл, момент, жизненные какие-то принципы, поднимаются вопросы какие-то. Это всё моё, я это люблю. Следующее, что хочу посоветовать, это «Господин Никто». Я не помню, от кого я услышала этот фильм. По-моему, от Кати Ивани. Это блог, который я смотрю. Этот фильм тоже безумный. Этот фильм неоднозначный, он странный. И тем самым он меня завлекал. Хотя были поры бы выключить его и просто не смотреть. Потому что, ну, непонятно, вообще нихрена непонятно. Потом в определённый момент ты понимаешь, что к чему. И тебе просто интересно уже досмотреть дальше, что же там было всё-таки. И поэтому я вам советую этот фильм. Также фильм «Иллюзия любви». Этот фильм, знаете, он такой загадочный. У него, опять же, жизненный посыл, но он запутанный немножко. И тоже до определённого момента фильм сохраняет вот эту загадку, непонимание ситуации, непонимание вообще, что происходит. А потом просто бум и всё. И в какой-то определённый момент ты понимаешь, что случилось. Даже если фильм ещё этого тебе не показал. Поэтому очень советую к просмотру. Фильм такой нудноватый, конечно, размеренно снятый. Неспешный такой, но его стоит посмотреть тем людям, которые любят, опять же, что-то жизненное, загадку какую-то. Берлинский синдром. Этот фильм я хотела посмотреть в кинотеатре. Чисто только потому, что мне нравится вот эта тематика. Как сказать, нравится? Она для меня болезненна. Не потому, что у меня травма там детская, психологическая. Нет. Я в своё время пересмотрела очень много подобных фильмов. Это триллер. Но я его отнесла к безумным, потому что, знаете, можно сравнить только с фильмом «Я плюю на ваши могилы». Если вы его смотрели, и вам эта тематика близка, вам, ну, где-то, да, отвращение вроде бы от этой темы фильма, да, от самой картины, которая вот нам показывает всю грязь, всю ненависть, всю нелюбовь, всё безумие. Но в той степени, насколько ты это ненавидишь, настолько ты и любишь этот жанр, то тогда стоит посмотреть. Потому что я же говорю, я в своё время пересмотрела много подобных фильмов. Меня эта тема просто будоражит за счёт того, как люди могут себе позволять вообще такое. И как опасно в нашем мире, живя с такими людьми, да, живя и не зная вообще, где нас может как бы ждать это. Он психологически, он также где-то занудный, где-то затянутый, но он именно, знаете, такой вот показывающий каждую мелочь вот этой проблемы, этого комка какого-то самого события, и нужно прожить его. Вот. И мне нравится, что в последнее время вот снимают фильмы, которые ты проживаешь вместе вот с актёрами, с героями, да, вместе с этой историей, ситуацией, ты проживаешь этот момент. Я не знаю, как вы смотрите фильмы, но я прямо бывает иногда даже ноги поджимаю, сжимаюсь вся. Очень хочу посоветовать вам фильм «На вождение». Я его также хотела посмотреть в кинотеатре, но не довелось, и, соответственно, нашла его в онлайне. Этот фильм... Опять же, такая тематика вот подобных фильмов мне очень близка, я люблю такую тематику, знаете, такое вот психологическое копание в людях, оценивать их какие-то взгляды, да, оценивать их поведение. Мне очень нравится. Но в то же время ты с жертвами, да, какими-то переживаешь. Мне очень понравился данный фильм, я его посмотрела на одном дыхании, и, честно, когда он закончился, мне было мало. Я хотела ещё и ещё и ещё. Да, он может быть немножко какой-то попсовый, да, потому что, опять же, такого жанра фильмов дохрена и больше, именно такой тематики, да, такого сценария, вот. Но они между собой чисто вот темой связаны, да, но актёры разные, сам сюжет немножко разный, взаимодействуют разные личности, да, в разных фильмах очень советую. Если вы любите психологические фильмы, то это для вас. Также «Леди Макбет». Я очень много слышала обзоров на этот фильм. Кому-то он понравился, кому-то не понравился, кто-то вообще плевался и считает, что этот фильм уродский и убогий, кто-то считает, что это шедевр просто кинематографа. Честно вам скажу, я посмотрела этот фильм, и у меня была только боль и пустота в душе после просмотра. Он тяжёлый психологический, он раскрывает всю суть человека и психических каких-то расстройств, хотя в фильме они не раскрываются, потому что это такое, знаете, старинное время, да. По сюжету, по фильму вы увидите, что, ну, нездравые вообще ситуации, как бы. И это не из-за любви, как многие могут подумать и решить, что любовь толкает нас на многое. Ну, безумие. Просто безумие и всё. И любовь, дети, я не знаю, там, ещё какие-то отмазки, это всё прикрытие. Это всё не может оправдывать наши поступки, поэтому не нужно прикрываться чем-то другим. Ну, этот фильм как раз для тех, которые, может быть, не умеют отвечать за свои поступки. Задумайтесь. Также фильм «Brain on the fire» это «Мозг в огне». Честно, я вообще не хотела смотреть этот фильм. Я думала, что это очередной какой-то, знаете, фильм, когда девушка больна, а парень всё время с ней рядом, неразделённая такая любовь, она умирает, допустим, там. Ну, это как я думала, это не сюжет фильма абсолютно. Но когда я посмотрела этот фильм, советую на все сто. Я стала задумываться о том, что действительно у меня вот сейчас такая ситуация с врачами, да, никто не хочет заниматься тобой. То же самое в фильме. Раскрывается вот это вот, знаете, нежелание вообще как-то исследовать, на чём-то настаивать, да, что-то делать вообще. Потому что никому это не нужно. А люди умирают из-за халатности, из-за недосмотра какого-то, из-за недопонимания. Очень советую. Также хочу посоветовать фильм, который называется «To the bone». Это в переводе «до костей». Я думала, что это что-то, знаете, такое ужастик какой-то. На самом деле это психологический, этот фильм тяжёлый. По крайней мере, был для меня, потому что фильм раскрывает тему, которая мне близка не понаслышке. Буквально была в таком же состоянии, только я из него вовремя сама вышла. Ну, занимаюсь часто самокопанием. Это не то самокопание, типа, а почему я это сделала? О боже, как я буду дальше жить? Нет, самокопание в себе, в своих поступках, в своих разговорах, в том, как ты живёшь, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Это приносит мне всё вывод. Стоит ли мне заниматься этим? Стоит ли мне делать это? Нравится ли мне то? Как я буду себя вести дальше? Я не планирую. Знаете, себя наставляю на путь истины. Считайте так, что я из себя сама леплю то, что я хочу видеть в идеале, да? Может быть, даже в каждом человеке, но пока я занимаюсь собой. Может быть, дальше кто-нибудь попросит помощи. По крайней мере, мне было его смотреть болезненно, но я его могу посоветовать всем родителям, у кого есть дети, у кого есть проблемы с похудением, у кого есть проблемы с набором веса, у кого есть проблемы какие-то психологические, если вы замечаете это в своих детях, потому что я считаю, что родители должны присматриваться к своим детям, не носиться за ними с горшком, а именно наблюдать за своими детьми. Это наша прямая обязанность, как родители. Также фильм «Пища. Подобие To the Bone». В фильме снимается девушка из сериала «Милые обманщицы». В общем, вы увидите, узнаете, если вы смотрели сериал. Если вы не смотрели сериал «Милые обманщицы», то как бы вы не узнаете ее, и вам, в принципе, пофигу будет. Фильм «Food» и фильм «To the Bone». Эти фильмы раскрывают психологические незаболевания, а зависимости. Мы все зависимы психологически от чего-либо в жизни. Кто-то от курения зависим, кто-то от алкоголизма, у каждого своя проблема, кто-то есть, жрет до хрена, кто-то вообще не ест, допустим, кто-то занимается спортом через чур, понимаете, ну вот перебор есть у людей, а кто-то не занимается спортом, и у него атрофия мышц, куча проблем. Короче, фильмы раскрывают одну из этих проблем. Если есть желание, посмотрите. Так как у нас десятка фильмов, таких вот необычных, странных, я хочу к этой десятке отнести одиннадцатый фильм. Это фильм «Хижина». Он очень странный, хотя начало очень такой жизненно, и там есть такой небольшой посыл. Не думала, что дальше пойдут события именно вот так. Он такой немного сказочный, что ли. Мне напомнил фильм «Брюс всемогущий», когда главный герой общался с Богом. Этот фильм немножко странный, немножко где-то непонятный. Он несёт посыл в себе. Опять же, две темы раскрывают жизненные. Первая тема, вы её увидите сразу, ну, должны, если вы умны. Опять же, я дискредитирую людей, обзываю. Но если вы понимаете какие-то посылы из видео каких-то, из, да, фильмов и сериалов, как я уже говорила, то вы сразу увидите этот посыл. И второй посыл в конце фильма. Сам смысл о том, как нужно отпускать. Я скажу только эту фразу, потому что остальное всё может просто быть спойлом. Фильм тоже неплохой. В совокупности все эти фильмы, они где-то такие вот размеренные, занудные. Если вы готовы потратить какое-то время на хоть один из фильмов, которые я перечислила, то запаситесь терпением. Эти фильмы, они не динамичные, они не прыгающие, скачущие. Это фильмы размышления. Недаром я их отнесла к безумным. Недаром я говорю, что они психологические. Так что, да, от себя желаю вам приятного просмотра. И не отчаиваемся. Следующие рубрики будут по тематикам. Поэтому you're welcome! Я буду рада видеть здесь всех. И буду также рада от вас какую-то отдачу получать в виде советов, какие фильмы лучше посмотреть. Так что всем удачи! Скоро увидимся! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok